Добрый день! Сейчас я еще раз проверю настроечки перед проведением вебинара, потому что иногда система сбоит. И продолжим тему. Ответьте. Ответьте по звуку и видео. Очень хорошо. Значит, у меня снова сбой. Я даже не пойму, у меня постоянно вылетают библиотеки. Microsoft Visual C2+. Но попробую провести, так сказать, и без них. Постоянно вылетает система. Сейчас фон слышен. Очень странно. Ну, хорошо. Продолжим. Итак, целый год мы занимались тем, что я объяснял принципы рабочей торговой системы, правила торговой системы, условия торговой системы. И теперь непосредственно до середины июля, до 20 числа, я буду проводить вебинары, основанные на аналитической торговой системе «Золотой крест», АТС «Голд Кросс», системе, которая пользуется уже более 8 лет для аналитики и проведения сделок. Периодически я буду повторять правила торговой системы, для того, чтобы трейдеры лучше понимали, о чем идет речь, как происходит анализ новостных данных, анализ абсолютного показателя цены, анализ индикативной торговой системы, то есть системы, основанной на индикаторах, как производится сопоставление данных, как производится сопоставление данных по новостному режиму и по абсолютному показателю цена, по тому или иному торговому инструменту и каким образом две составляющих торговой системы новости и абсолютная цена выражены в относительных индикаторах, то есть индикаторах торговой платформы и каким образом совершаются сделки по анализу новостного фона абсолютных показателей это ценовые уровни и показатели торговой системы, основанные на торговых, на индикаторах торговой платформы. Итак, продолжаем. ТС, Голд Кросс, АТС построена на индикаторах торговой платформы, ТС, включая дивергенции, конвергенции, таймфреймы накопленные, скрытые, анализ проводится по локальным экстримумам цены, локальный экстримум цены имеет рейндж, цена может быть во флэте или тренде, это называется ценовым каналом, флэк всегда имеет некоторые горизонтальные уровни того или иного размаха рейнджцены. Пробой этих уровней формирует следующий тренд, который обусловлен историческими прежними данными. Рейнджцены основаны на исторических данных. Таким образом, таймфреймы являются накопленными, скрытыми, вложенными, анализ проводится по большему таймфрейму, торговля производится по меньшему таймфрейму. Я предпочитаю работать на 4 часах в сутках, а сделки совершать от таймфрейма не менее 15 минут. Торговая система может быть совершенно спокойно построена на индикаторах, которые предоставляет торговая платформа. Таким образом, переходим к сегодняшнему вебинару, на котором я проведу анализ текущего состояния рынка на основе аналитической торговой системы «Золотой крест». И каждый последующий вебинар до 21 июля будет вебинаром, на котором будет производиться анализ текущего состояния рынка, то есть аналитика текущего состояния рынка в онлайн-режиме по абсолютным показателям по абсолютным показателям цены это абсолютный индикатор на различных инструментах. Таким образом, переходим к теме сегодняшнего вебинара непосредственно анализ текущего состояния рынка. рынок читается по новостному режиму при выборе торгового инструмента. Торговым инструментом является или валютная пара, или индексы, или товарные контракты. Торговых инструментов в зависимости от брокера, который вам предоставляет торговую платформу и выводит котировку в рабочий терминал, торговый терминал, великое множество. Поэтому необходимо прежде всего ознакомиться со спецификациями контрактов и особенностями котирования брокером тех или иных инструментов. Таким образом, переходя к анализу новостного режима, начнем с основных пар евро, британский фунт, американский доллар, и австралиец. Это основные пары. И с них я начну. Значит, основничея новостной режим, в частности, для начала возьмем евро, американский доллар. На американском дуэллэе происходят и на американской сессии все основные движения рынка. Здесь видно, для того, чтобы разогнать рынок или успокоить рынок, очень часто главы ФРС производят различные высказывания. Это все отражено в новостном календаре. Фетчемен Бернанке спикс по американцам, фонд-мембер Еленс выступает. Далее. Смотрим основные новостные данные. Они выделены красным цветом и позволяют анализировать рынок в проекции на последующую ситуацию. Итак, продолжаем. Новостной режим по американцам показывает то, что ситуация по экономике улучшается. Это вызвано в том числе и перенакаченной системой ФРС валютой. То есть доллар это примерно 95% от докризисного расстояния добавили в бюджет США. Соответственно все индексы и товары при этом должны в цене упасть в два раза. Но этого не произошло. То есть программа количественного ослабления третий этап. В Европе это называется ЛТРО. Ценовые уровни по Европе бюджет Центробанка Европы также накачан более чем на 1,3 триллиона евро. То есть примерно равные вливания по Америке и Европе произведены. Видно, что по Америке анализируем новостной режим. основные показатели происходит снижение основных показателей. То есть производство падает, при том индексы держатся на очень высоком уровне. это все последствия Quantitative Easing, то есть количественное смягчение. Соответственно, нужно готовиться к тому, что рынок развернется на резкие коррекции по продаже основных индексов. При этом доллар может оставаться на высоких ценовых уровнях. Смотрим только Америку. Графическое выражение цены и основных макроэкономических показателей. Видно, что происходит снижение основных макроэкономических показателей по Америке. При этом доллар находится на высоком уровне. значит необходимо готовиться к продаже индексов, которые не обеспечены спросом. То есть спрос в этом случае индекс каждый раз формируется индекс на примере S&P каждый раз формируется на основе спроса покупателей. То есть если индекс очень высок федеральный ФРС с США перезакаченным более чем на 100% то стоимость товара индекса в этом случае должна быть примерно в два раза ниже. Но индексы очень высоки производительность падает соответственно товарные запасы на складах по США не реализуются. значит нужно готовиться к летней коррекции с учетом отпусков и с учетом того, что достигнуты ценовые уровни именно по индексам в скором будущем будут корректироваться. То есть я занимаю лично позицию по продаже индексов и пока доллар не трогаю до наступления осенней активности. Для сравнения цены производителей и текущая ситуация. Видно, что до начала кризиса ESEM Manufacturing Prices были очень высоки. Сейчас цены находятся примерно на риперной отметке около 50 индексных знаков. значит рост или выход из экономического кризиса это фикция. И новостные данные нужно читать и переходить от торговли по абсолютным показателям к индикативной торговле. То есть к торговле основанной на индикаторах торговой платформы. Надо отметить, что объемы так называемые объемы совершенных сделок по тем или иным финансовым инструментам при учете того, что количество смягчения в два раза раздуло бюджеты как еврозоны так и США то есть объем валюты которые находятся в рынке вырос в два раза но при этом основные показатели снижаются постоянно значит по индексам лучше всего становиться на продажу это видно по текущей ситуации торговому балансу торговый баланс каждый раз включает операции как на открытом рынке так и операции торговые операции и внешне экономические видно что торговый баланс США находится в отрицательной зоне соответственно перезакаченные экономики валютными средствами и снижение спроса покупателей приводит к тому что так называемая политика quantitative easing то есть количественное смягчение является собой попытку скупить ведущие активы компаний и на этом фоне то есть госрегулирование или госкапитализм удостоверить трейдера или инвестора в том что вроде бы экономический кризис закончился на самом деле это не так это видно по торговому балансу США то есть на примере одной взятой торговой системы то есть валютный инструмент смотрим по оптимизму оптимизм это ожидание инвесторов обращаю внимание что в этом месяце очень много выступлений членов фонг фрс бернанки и так далее то есть это все попытка разогнать рынки это приводит к чему к тому что трейдер отрывается от реальности новостной режим не всегда правилен и читать новости необходимо основываясь на другой системе то есть сейчас я предпочитаю работать на пробой ценовых уровней основываясь на исторических данных в частности этот макроэкономический индикатор говорит о выплаченных заработных платах примерно 95% трудоспособного населения США и количество выплат после этого смотрим на нонфармы и сравниваем данные подкачиваются видно что по экономике США заметных улучшений не видно уровень безработицы 7,6 предыдущий показатель 7,5 ожидаемый по прогнозу 7,5 на самом деле 7,6 уровень безработицы занятые вне сельского хозяйства это увеличение сезонной активности таким образом нужно готовиться от реальных ценовых уровней как по индексам так и по доллару финансовый инструмент индекс это производный инструмент сифидишки на продажу переходим к торговому терминалу инвестиции в оптовую торговлю по США ожидаемые уровни этот показатель выйдет 11 июня новость но на основе имеющейся таблицы то есть цена представлена в виде графика видно что происходит постоянное снижение таким образом дутую ситуацию по американскому рынку и по доллару я для себя проясняю так что я становлюсь в продаже по индексам и по американскому доллару от уровня 102 по отношению к японской иене ну в частности еще вскоре выходящая новость по бюджету США баланс федерального бюджета предыдущее значение 112 вдруг увеличились расходы минус 110 прогноз то есть сокращение расходов надо выяснять причину видно что постоянно пляшет и он является устойчивым следующие данные розничные продажи это очень значимый показатель учитываем летнюю активность то есть вот эти вот данные красные данные значит целевой показатель розничных продаж месяц месяц к месяцу розничные продажи месяц к месяцу заявки по безработице и цены на импортную на импортную продукцию это все показатели состояния экономики США итак переходим к анализу новостного режима или стоимости инструментов предоставляемых брокерам непосредственно на торговый терминал трейдера то есть каким образом трейдер обращается с новостными данными и совершает сделки календарь вы уже посмотрели по экономике США я включаю торговую платформу значит здесь представлены различные инструменты я переключу терминал на систему по которой я произвожу и аналитику и торговлю теперь можно наблюдать по торговой системе режим совершения как сделок так и анализа это инструмент американец к японцу то есть американский доллар к японской иене новостной режим только что был проанализирован вот так он выглядит на торговом терминале то есть есть некоторые ценовые уровни с учетом сезонной активности таймфрейм 4 часа дает трейдеру очень много данных и видно что снижение вызванное именно сезонной активностью очень хорошо имеет подтверждение на торговом терминале то есть эти ценовые уровни 92.83 и вероятный ценовой уровень по максимуму цены это в пределах 103.73 представлен как и в новостном режиме так и в абсолютном индикаторе цене которую трейдер получает торговый терминал значит для сравнения мы имеем валютную пару американский доллар и японская иена и смотрим на S&P производный инструмент индикатор в него входит 500 ведущих американских компаний и то как он выражен на мониторе то есть исторические данные по S&P и по доллару доллар это финансовый инструмент индекс это производное включающее состояние экономики США на примере 500 компаний выражено в том что впервые после начала кризиса из-за того что вливание в экономику США достигли более 95% привело к тому что индекс вырос выше максимумов перед предыдущим экономическим кризисом то есть ситуация ненормальная и она выражена в том что спрос падает безработица увеличивается безработица в абсолютных данных то есть цифра это 7,6 на самом деле скрытая безработица в США составляет примерно около 11% по Европе безработица по еврозоне составляет более 12% то есть ситуация искусственная и индикативные котировки которые трендер получает терминал говоря о том что это игра основанная на игре больших банков то есть реальная покупательная способность качество товара индексы стоимость валюты конвертация валют в зависимости от стороны проживания не соответствует текущей экономической ситуации та же самая ситуация наблюдается и по России затоваривание складов повышение цен на продукты питания в дальнейшем посмотрим цены на основную продовольственную группу пшеница кукуруза соя и сахар мясо по США я не буду рассматривать поскольку это отдельная категория для России это имеет очень большого значения поскольку страна проживания или резиденция имеет какие-то так сказать натуральные привычки по потреблению то есть мясо-молочную промышленность США в частности и сою рассматривать не стоит стоит рассматривать лишь только пшеницу кукурузу и сахар таким образом видно что докризисная ситуация самое начало кризиса начиналось в 2007 году и по причине перезакаченной экономики стоимость индексов и продукции примерно находится на уровне по S&P 980 по абсолютно шкале таким образом это просто лишь последствия так называемого quantitative easing то есть количественное смягчение закачивания бюджетов центробанков федеральной системы еврозоны наличными средствами то есть трейдер вынужден работать в искусственной ситуации при том что денежные средства внимательно смотрим очередной уровень который может достигнуть индекс это 1752 не подтвержден экономическая ситуация в которой живет непосредственно инвестор трейдер индивидуальный человек таким образом возможны очень резкие коррекции по индексам при том что товарные контракты на основные товары это пшеница кукуруза сахар мясо молочка каждый раз зависит от стороны резидентов в которой проживает трейдер поэтому я не рассматриваю американские индексы на мясомолочную продукцию и на сою национальные привычки обычно товарные контракты независимы от индексов и стоимости валют то есть товарные контракты каждый раз показывают продовольственную ситуацию в мире и можно совершенно спокойно выбрав тот или иной инструмент именно товарный контракт по ним работать видно что цены на пшеницу падают это вызвано наличием так называемых пролонгированных запасов на складах увеличение товарного запаса по основным странам производителям пшеницы и в принципе эти товарные контракты показывают реальное состояние дел и основные ценовые уровни то используясь и новостными данными в частности по пшенице по ситуации в мире можно смотреть данные на независимых источниках то есть это все выложено для удобства трейдинга и трейдер должен лишь просто выбрать те инструменты с которыми он работает то есть вот спрос индексируем на спрос и предложения выраженные на сайте продовольствия и сельхознания организации объединенных нас то есть ситуация по запасу товарной пшеницы кукурузы и сахара я выбрал именно эти три инструмента показывают то что в принципе ситуация с продовольствием в мире говорит о том что товарные запасы на складах очень велики поэтому с учетом инфляционных процессов ценовой уровень находится в коридоре выраженном ценовыми уровнями 635 772 по товарной пшенице небольшой небольшой перерывчик именно именно по контракту на пшеницу и по выражению цены на пшеницу в зависимости от объема производства зерновых то есть это данные ООН по ситуации с продовольствием в мире сравниваем с ценой в терминале это обозначенный торговый коридор в котором и происходит нынешнее ценовое движение необходимо обратить внимание на то что продовольственные контракты очень часто не коррелируют с состоянием рынка нет корреляции со стоимостью индекса со стоимостью доллара и товарные контракты очень часто более эффективны в торговле по очень простой причине что вне зависимости от курсов обмена той или иной валюты в различных странах продовольственная группа всегда будут находиться в спросе таким образом при выборе брокера и торгового терминала можно работать совершенно спокойно по товарной группе основная продовольственная зона это или корзина потребителя основанная на заставляющих продовольственная корзина то есть пшеница кукуруза мясо молочка это спрос в зависимости от стороны резидента и жиры то есть пшеница кукуруза сахар видно что исторически сложившаяся цена как до кризисной ситуации так и после кризисной ситуации не привели к снижению спроса на основную продовольственную группу поэтому товарные контракты на продовольственную группу всегда более эффективны в торговле и могут быть проанализированы без индикаторов торговой платформы если вопросы есть прошу задавать в чат проанализированы торговые инструменты финансовые инструменты и финансовые дериваты это индексы валюты товарные контракты на сегодняшнем вебинаре я показал разницу между индексами валютами товарными контрактами товарные контракты как уже указывалось выше более эффективны в торговле необходимо учитывать то что сезонная активность даже на примере анализа по текущей ситуации это данные ООН говорят о том что товарные контракты на пшеницу кукурузу сахар вошли в так называемый торговый диапазон торговый диапазон виден очень хорошо даже без индикаторной поддержки то есть индикаторы предоставляемые торговой платформой или брокером можно совершенно спокойно торговать по товарным контрактам в зависимости от сезонного спроса в частности в начале вебинара был произведен анализ по ситуации в США основной потребитель как нефтепродуктов так и зерновых учитываем наступивший сезон тайфунов и циклонов США то есть экспорт в США может быть увеличен таким образом смотрим ценовое движение по товарным контрактам по пшенице который вошел в торговый диапазон и совершенно спокойно может завершать сделки именно в этом торговом диапазоне то есть трейдинг на некотором уровне сводится лишь к постановке ордеров на покупку продажу и защиту капитала это безиндикативная торговля основанная на данных получаемых непосредственно в торговый терминал ценовые уровни очень хорошо показаны инфляционная зона то есть увеличение стоимости доллара никак не сказывается на товарных контрактах или снижение стоимости доллара то есть предположим 2007 год начала кризиса 2008 перезакачанная система ФРС США 99% к докризисному уровню то есть на 1 грн долларов добавили 950 миллиардов на товарных контрактах это практически никак не сказалось цена осталась прежней то есть в этом случае мы видим разницу между стоимостью валюты страны производителя обменными курсами при экспорте импорте сырья то есть страна которая вывозит товарную продукцию зерно из других стран всегда завершает сделки на открытом рынке внешне экономические отношения на по курсу и приобретает товар в валюте страны производителя то есть товарные контракты тем отличаются от индексов от производных финансовых инструментов тем что каждый раз экспортеру необходимо конвертировать валюту а курсы конвертации всегда отличаются то есть если трейдер выбирает индексы валюты или товарные контракты он должен каждый раз учитывать особенности котирования и национальные привычки той или иной страны и финансовых инструментов с которыми он работает это понятно да если у присутствующих на вебинаре вопросов больше нет я благодарю за внимание успехов в торговле всего хорошего удачи в торговле то есть Продолжение следует...